Паспорт гражданина Российской Федерации – это всё, что осталось у Николая Сергеевича Бычкова. Вещи, деньги, телефон и самое главное – адрес сына, к которому он направлялся, у него забрали на Карагандинском вокзале. Говорит, что его избили и забрали всё ценное. После ограбления ему ничего не оставалось, как скитаться по вокзалу. Найти сына своими силами он уже не мог. Может, он даже звонил мне, телефон позабрали у меня. Вот всё. А вы его предупреждали, что вы к нему едете? Да, предупреждал. Он должен был быть и приехал. Пожилой мужчина быстро привлёк к себе внимание неравнодушных людей. Узнав об его истории, волонтёры временно определили мужчину в Тимиртауский дом милосердия. Параллельно они стали искать сына Николая Сергеевича. Вот только в силу возраста или в силу полученной травмы пожилой мужчина не мог сказать точно, где же его искать. Сначала он говорил, что его 56-летний сын Сергей Косутин живёт в Карагандинской области. Позже заявил, что он проживает в Алматы. Сегодня поиски зашли в тупик, а возвращаться назад домой пенсионер категорически отказался. Я ехал в Кссы. А если я сейчас поеду сразу, что я буду делать? И потом в галстажках уйду. Почему я его не нашёл? Вот если вот когда найду, когда мы с ним поговорим, тогда будет совсем другое дело. Мне надо, чтобы он был. Все, кто, возможно, знакомы с Николаем Бычковым или что-то знают о его сыне Сергее Косутине, просьба сообщить по телефону 93-27-42 или 92-27-00. Сергей Баданин, Анна Калинина, Новости Тимиртау.